Детский сад Монте-Сори В этом году, стоит напомнить, мы познакомились здесь с визитерами по международной программе. В Лотос приехали волонтеры из Китая. На этот раз в гостях у юных дмитровчан прекрасная француженка Офелия Адоль. Об иностранной гости нам рассказала старший методист Монте-Сори детского сада Лотос Виктория Зубкова. Я начну с того, что сейчас нас законодательство обязует действовать в рамках него. В прошлом году вышел федеральный государственный стандарт дошкольного образования, согласно которому все дошкольные учреждения получили новые векторы в развитии ребенка. То есть предполагается сейчас учет этнокультурной и социальной среды, в которой развивается ребенок, а также формирование всех их познавательных действий. На международной конференции в Москве директор Федерального института развития образования Александр Григорьевич Осмолов высказал такую мысль, что все дошкольные учреждения должны заниматься культурными практиками, а все педагоги дошкольных учреждений должны обладать ремеслом очеловечивания ребенка. А что за очеловечивание без развития его речи? И получается то, что современная обстановка задает этот вектор, расширяются границы межкультурного общения, и педагогам приходится искать новые способы адаптации детей к этим условиям. Вот именно от этого сотрудники детского сада отталкивались, когда заключали договор о сотрудничестве с международной компанией Айсик. И на сегодняшний день уже прошло три этапа данного проекта. Первый этап состоял в том, что студенты из разнообразных стран, которые изучают русский язык, приезжали к нашим деткам и показывали на своем примере вот именно это разнообразие, межкультурное разнообразие мира. Второй этап – это был приезд китайских студентов, где мы знакомили детей именно с восточной культурой. И сейчас у нас проходит третий этап этого проекта – знакомство с европейской культурой через культуру Франции. Хочу сказать, что мы на самом деле так долго не отбирали конкурсанта, как в прошлый раз. На наш поиск сразу откликнулась Офелия, французская студентка, ей 18 лет, которая учится в университете на факультете международных отношений. Главное ее направление – это Россия. Как призналась Виктория, Офелия немножко подкупила тем, что она из преподавательской семьи. И ее мама – воспитатель во французском детском саду. Что у нее уже есть опыт общения с детьми. Это главное. Именно это и понравилось сотрудникам Монте-Сори детского сада при выборе Офелии. И вот мы сразу же с ней связались по скайпу. Нам она очень понравилась своей открытостью, чувствительностью. Потому что, когда мы ей сообщили, что мы выбрали ее, она даже расплакалась. То есть было видно, что человек очень искренний. Какое общение с детьми без искренности. Вот так у нас оказалась Офелия. Офелия уже третью неделю находится в Лотосе. Это третья неделя из пяти проекта Международный детский сад. Что ты думаешь о России? Россия – очень интересная страна своей культурой и политикой. Я это оцениваю как студентка факультета международных отношений. Еще мне очень нравится природа, широта просторов. Москва – фантастично красивая столица с прекрасной архитектурой и очень интересными памятниками. Какой твой самый запомнившийся момент в твоем путешествии? Я была очень впечатлена Кремлем, Красной площадью. В эту пятницу я пойду в Большой театр, чтобы посмотреть мою любимую оперу. Уверена, что это будет вторым самым ярким моментом в моем путешествии. И еще одно из моих теплых воспоминаний, когда дети в саду стали говорить со мной по-английски или по-французски. Они использовали французские слова, которым я их научила. Кто у тебя? Бабури. Спроси, пожалуйста, как бабушка на французском будет? На хамеле. Хамеле. Я знаю, она нам рассказала, но какая у них есть еда. Только я не запомнила. А я помню, как говорится по-французски бунджур. Я в Франции знаю, что там очень старые замки есть. А сегодня мы на Бескире рисовали, а эльфи вырубахну. Тут вам приехала гость из Франции Офелия. Что интересного она вам показала и рассказала? Она, как Илона сказала, показала нам очень много вкусностей и очень много разновидностей хлеба. У Франции почти такой же похожий флаг, как у врача. Что, как говорить спасибо. И еще я узнала, что они тоже едят улиток. И у нас были когда-то в детстве улитки, мы ели их. И мне очень понравились эти улитки есть. Они такие сладенькие, что я у папы все дни просила их есть. Ребята уже рассказали, что это за страна такая, Франция, где она находится на карте, чем знаменит гальский петух, какие экспонаты находятся в Лувре и еще много-много интересного. Ежедневно Офелия рассказывает и показывает детям что-то новое. Сказка «Красная шапочка» на французском языке. И, конечно, знаменитые, хрустящие и такие вкусные французские круассаны, которые Офелия готовила вместе с детьми. Что ты думаешь об этом детском саду? Тебе он нравится или нет? Может быть, есть какие-то трудности? Мне действительно очень нравится этот детский сад. Педагоги прекрасные, дети очень милые и забавные. И пребывание тут позволило мне познакомиться с новым методом воспитания детей – философией Марии Монте-Сори. Я думаю, это очень продуктивно, потому что дети независимы и любопытны к повседневным делам. И большое спасибо организации и занятиям в детском саду. В чем главное отличие французских и русских детских садов? Во Франции нет детских садов как таковых. Это специальные школы для детей от 3 до 6 лет. Они учатся писать, считать и читать. И едят все вместе в отдельной столовой. Что ты приготовила для детей? Когда я была во Франции, я купила для них маленькие эйфелевы башни и традиционные печенья. В России я готовлю для них презентации о моей стране, о моей культуре, еде и музеях. И мы делали маленькие эйфелевы башни в 3D. Мы рисовали карту Франции и располагали на ней наклейки с французскими замками. Офелия не только проводит время в детском саду. Для нее сотрудники подготовили и ряд мероприятий. Это различные экскурсии, походы в музеи и театры. Очень много сторонних людей откликнулось на нашу информацию о приезде Офелии. Как оказалось, что в Митрове есть школы, в которых изучают французский язык. И родители обратились к нам с просьбой подключать их детей именно к общению с Офелией, чтобы практиковать французский язык. И это уже они что-то для нее свое готовят. Интерес к Офелии проснулся у всех от мала до велика. Офелия вместе с детьми приготовила вкуснейшие круассаны, нарисовала песком эйфелеву башню. И сколько еще интересного ждет юных дмитровчан впереди. Вот если у тебя будет возможность ездить во Францию, ты поедешь? Да, я бы поехала. А почему? Потому что там очень вкусные, как кровосаны. Знаешь столицу Франции? Знаю. Что это за город? Париж. Ты бы хотела поехать в Париж? И какие бы места ты посетила? Нет. А почему? Потому что мне больше всего нравится Кипр. Потому что я туда поеду в первый раз. Хотелось бы отметить, что дети еще не забыли Панчао и Ефан и ждут их еще в гости. Надеемся, что и с Офелией наши юные дмитровчане очень сдружатся и впитают по полной те знания и историю, которые им дает француженка. А Офелия, в свою очередь, получит удовольствие от общения с нами. Ты уже знаешь какие-нибудь русские слова? Я учила русский язык в течение трех месяцев до приезда в Россию. Поэтому я знаю некоторые слова. Ну и в завершение нашей увлекательной программы Виктория Зубкова приоткрыла немного завесу тайны, что следующим визитером будет, вполне возможно, волонтер из Бразилии. Субтитры создавал DimaTorzok